Добро пожаловать, как всегда, в вашу любимую кулинарную передачу Хром Татар Емия Кляре. Меня зовут Али Маблаев и сегодня мы приготовим одно из моих самых любимых блюд, замечательный локум. Булочки с мясом, кто не знает. Поехали. Итак, что нам для этого понадобится? Нам, конечно же, понадобится для этого тесто. Сейчас расскажу быстро, что мы будем делать. И прежде всего мы будем делать майланма, или называется эта штука опара. Нам для этого понадобится молоко, слегка теплое. Мы его сейчас разогреем на плите. Дрожжи и немного сахара. Сахар не для вкуса, сахар только для того, чтобы тесто у нас поднялось. Сахара нам понадобится около 10 грамм. И примерно столько же нам понадобится дрожжей. Дрожжи у нас сегодня активные. Хоть кто-то выспался. Слегка разогреем молоко. Нам не нужно доводить его до кипения. Даже не нужно делать его горячим. Оно должно быть теплым. У меня мином бетам вообще на палец пробовала. Все, до слар. Все это для того, чтобы дрожжи заработали. Чтобы тесто поднялось. Стало таким пышным, наздреватым. Вот такое слово я услышал относительно консистенции этого теста. Итак, теплое молоко. Добавляем в него 10 грамм, около 10 грамм дрожжей. Это не полная столовая ложка. Примерно вот столько. Дрожжи. И сахар. Вот примерно столько сахара. Туда отправляем. Муки. Две столовые ложки. Без горки. Размешиваем это дело. И потом оставляем на 15 минут. Даем время дрожжам заработать. И наша опара майланма должна покрыться такой шапочкой, что ли, из дрожжей. Так или иначе, о том, как делать дрожжевое тесто, мы вам рассказывали уже в наших выпусках Хромтатары Емиклеры. Поэтому нужно подписаться на наш канал. Зайти в наш плейлист Хромтатары Емиклеры. И посмотреть все видео. На всех видео лайк поставить. И под каждым видео комментарий написать. Желательно позитивный. Так, ну все. Думаю, достаточно. Сейчас еще муку не оставляйте. Она сбивается в такие комочки. Все эти комочки нужно разбить. Они нам не нужны. Все. Отправляем на 15 минут эту майланма опару отдыхать. Так, а теперь будем приступать к другой составляющей. Возьмем чашку побольше. В ней мы будем уже непосредственно замешивать все тесто. Сюда добавим одно яйцо. Так. Соль. Сливочное масло. Муку, соответственно. И потом нашу майланма. 15 минут она у нас отдыхает. И потом мы сюда ее отправляем. Итак, майланма у нас обросла своей шапочкой. Это значит, что дрожжи заработали. Это хорошо. Будем переходить к тому, что будем добавлять все остальные ингредиенты для того, чтобы сформировать наше тесто. Давайте для начала мы добавим яйцо. Одного хватит. После того, как добавили яйцо, сразу же добавляем соль. Немного. Потом добавим еще чуть-чуть. Соль добавили. Сливочное масло. Мы его предварительно растопили. И около 50 грамм сливочного масла мы туда добавили. Муку будем просеивать. Просеянная через стакан наш мука насытится кислородом и лишится всех крупных частей, нам не нужных, в этом блюде. Все, Дослар. С тестом разобрались. Теперь накрываем его пищевой пленкой. И также можно накрыть его для уверенности одеялом, либо отправить даже в духовку на некоторое время. И теперь переходим к мясу. Все, Дослар. С тестом разобрались. Теперь переходим к хайма. К мясу, к луку. В общем, если хотите увидеть, как делается и из чего делается хайма, включите, например, выпуск про чибиреки. С замечательным Рустамом Агадервишем. Не устаю вам напоминать о прошлых выпусках. Итак, нам понадобится мясо, лук, перец, соль. Все очень просто. И ваши любимые специи по вкусу. Что вам нравится больше всего, это и добавляйте. Мясо нарезаем. Можно двумя ножами. Как, собственно, в выпуске про чибиреки. Можно двумя топориками. Как в выпуске про хаймала кебаб, например. А можно просто воспользоваться мясорубкой Дослар и не заморачивать себе голову. Правильно? Мы, наверное, сегодня воспользуемся мясорубкой. Сэкономили время себе и вам фарш готов. Теперь переходим к луку. Лук тоже мелко нарезаем. Можно тоже, кстати, через мясорубку пропустить. Но Дослар очень много сока из лука уйдет. Поэтому мы лук сейчас нарежем мелко двумя ножами или одним ножом. А вообще традиционно в локум или, например, чачу, как его называют, ногай. Или, например, печликум. Или лхым, так говорят, ялубой. В общем, у этого блюда, как обычно, много названий. Шевелерден кельген. Названий. Вот. Мы его называем просто локум от слова локма. Что значит кусок или часть. Потому что в основном это блюдо представляет из себя такие своеобразные булочки из мяса. Ломти, куски. Тесто с мясом. Вообще, это супер, по-моему, такое крымско-татарское блюдо. Просто камараж. Деген. Просто тесто. Просто мясо. Также туда традиционно добавляют курдюк. Баранин. Куда без него. И также делают это блюдо из баранины. Конечно же. Мы сегодня его делаем из говядины. Вы его можете сделать из того мяса, которое вам больше всего нравится. Без проблем. Кто-то добавляет зелень, кто-то нет. Минам, бетаминам, а нам, например, зелень не добавляют в кельма. А вот кто-то добавляет. Сегодня будем делать зеленью. Потому что, потому что, потому. Потому что я так хочу попробовать. Очень агрессивный лук нам сегодня попался. Я плачу. Надеюсь, буду также плакать от того, каким замечательным получилось у нас блюдо. С луком мы закончили. Теперь будем все это смешивать в одной большой чашке. Но предварительно еще отправим туда зелень. Итак, мясо в чашку. Лук туда же. Кто-то также добавляет в кельма картофель. Но мы, во-первых, так заморачиваться сегодня не будем. Во-вторых, сделаем более темель вариант. Потому как картофель, собственно, в конско-атарской кухне появился не так давно. Он, в принципе, в европейской кухне появился не так уж давно. Только с открытием Америки. Вот. Поэтому картофель мы добавлять не будем. Хайма отправляем в чашку. Зелень отправляем в чашку с хайма. Все это смешиваем. Добавляем соль, перец по вкусу. Ваши любимые специи. Смешиваем это все. И в холодильник отдыхать. Итак, предварительно замешали. Соль добавляем, потом попробуем на вкус. Перец тоже сейчас добавим. И будем размешивать это все руками. Не нравится мне размешивать ложкой. Разрешение на то, чтобы снять кольцо, я сегодня спросил. Поэтому будем замешивать руками. Все, до стла. С фаршем мы закончили. Сейчас мы его накрываем пищевой пленочкой. И отправляем отдыхать в холодильник. Ненадолго, буквально на 10 минут. Больше нам не нужно, потому что нас уже ждет, там дожидается наше тесто. Сейчас тоже к нему вернемся. Все. До слад положенное время прошло. Вот оно наше тесто. Поднялось. Красивенькое. То, что нужно. Сейчас уберем пленку. И достанем мясо. Посмотрим тоже, что с ним. О, какой аромат у теста. Замечательный. Посмотрите, красота. Хочет буквально выпрыгнуть из посуды. Стой на месте. Сейчас вернемся с мясом. Так-с. Ой, здесь тоже суперароматный хайма. Теперь наша задача, эти два ингредиента смешать и уложить вот в такую вот, ну, это современная тава, можно и так сказать. Печь лохун даже называют. Наверное, от слова печка, не знаю, но мы сегодня готовим просто лохун. Ну, или можно сказать тава лохун, раз мы у нас вот такая вот разновидность тава. Что мы делаем? Мы берем растительное масло подсолнечное, смазываем руки. Сюда кладем сначала, сюда сначала кладем пергамент, выстилаем пергаментом нашу тава. И стенки тоже, потому что лохун вар поднимутся, поэтому стенки тоже должны быть с пергаментом. Его смазываем маслом. Так. Смазываем руки и теперь очень простые действия совершаем. Отрываем от нашего теста вот так вот кусок. Формируем вот такую лепешечку. Берем рукой кайма. Закладываем. И заворачиваем как конверт. Сначала здесь, потом по бокам. Внизу создаем вот такой вот узелок, что ли. Вот у нас должна получиться вот такая вот симпатичная булочка. Локма. Локум. То есть кусочек. Укладываем ее на нашу тава. И продолжаем. Формируем сначала по кругу наши булочки. Наши локумчики. И одну самую пышную, ту, которую получит самый голодный, мы кладем в центр. Сейчас все покажем, когда будет готово. Кайма не жалейте, дослар. Кладите побольше, посочнее. А то бывали, наверное, у всех в жизни моменты, когда вроде кушаешь локум, а до мяса все никак добраться не можешь. Мы таких моментов не любим. Мы хотим, чтобы было все вкусно, красиво. Поэтому вот такие булочки, полные мяса, полные кайма мы укладываем на штава. Также важный момент. Сформированные уже готовые к выпеканию булочки наши, локумчики, локумлар, должны постоять буквально минут 10 настояться. Так тесто еще больше распределится, заполнит собой все пустоты в нашей тава. И изделие будет более пышным, более симпатичным. Не отправляйте его сразу в духовку или в фрон. Как тесто еще включаем в picturesque. Вот так тесто сидит. Как тесто Pardon. внешний вид у ваших лохомчиков был симпатичный золотистый и чтобы он покрылся такой аппетитной коркой мы осмажем все это дело яйцом одним одного будет вполне достаточно сначала размешайте его хорошенько и уже готовой смесью обильно смазываем наши лохом лар посмотрите они уже получаются красивые аппетитные сейчас напоминаю о том что мы дадим настояться нашим лохомчиком некоторое время минут 10-15 не больше когда увидите что они собой заполнили все пространство вашего того тогда можно смело отправлять в духовку и пока наши лохом лар будут настаиваться положенные 10 минут мы подготовим нашу духовку включим ее на 200 градусов пусть она слегка прогреется тоже пока будут наши лохом лар приходить себя и отправим туда нашу красоту наше блюдо все дослав смотрите тесто заполнило собой все бреши это значит что самое время отправлять его в духовку напоминаю 200 градусов 40 минут и пока мы будем ожидать положенный 40 минут вы например можете подписаться на наш канал если не подписаны поставить лайк этому видео и комментарий приятный написать увидимся но сюда слар мы украсили тарелку положенное время прошло и мы будем доставать пробовать смотреть оценивать что у нас там у нас там красота посмотрите посмотрите какая пышная ароматная красота у нас получилось doslaur так мы сейчас все это дело смазываем сливочным маслом и накроем тряпочкой, но предварительно вырежем себе один лохум на пробу. Даже два, наверное, вырежем, если все это хочу съесть. Я, кстати, однажды в детстве, я читал книгу Вальтера Скотта, называется она «Квентин Дорвард», и там описывалось, как главный герой ел мясной пирог. И она описывалась там, как будто он нападал на крепость, потому что вот эти пышные бока напоминали ему возвышающуюся крепость. Вот такое красивое сравнение, и с этим сложно не согласиться. О, туслар, тесто изумительное получилось. Так, попробуем вырезать себе один лохум. Так, отстегиваем. Ого, получилось. Так, и наш лохум. О, горячий. Какой горячий. О, туслар. Вот такая красота. Еще один лохум я себе забираю, и будем пробовать. Будем пробовать. Тесто можно было еще подсолить чуть-чуть. Не очень соленая, но очень вкусная. Так, вот этот большой я себе заберу. Так, о, какой он горячий. Какой он ароматный. Какой он, наверное, вкусный. Остался еще один маленький, небольшой штришок. Я в детстве любил кушать лохум с хошавом. С айвовым, с вишневым. Ну, в общем, с тем самым, который готовил именным битам. Это отдельный был вид наслаждения и искусства. Так, нальем себе хошава и будем пробовать эту красоту. Так, ну, момент истины. Ой, какой он горячий, какой он ароматный. Начинка очень сочная. А верхушка, она очень хрустящая получилась. Так. Это вкусно. О, все, я в детстве. До слад. Надо заканчивать, потому что я уже хочу съесть это все. Напоминаю, сегодня было блюдо лохум. Я да тавалукум, я да лхым, я лубой ле, я да чачуф, ну хай ле. Вот такое вот многоназвательное блюдо у нас получилось. Очень вкусное. До слад. Еще раз, в который раз призываю, готовьте наши национальные блюда. Смотрите «Хромтатары и Митлеры». С вами был Алим Аблаев. Аштат Лоусон. Коржкент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин